Всем привет! Сегодняшнее видео будет на тему, как попасть в Польшу самостоятельно в такси, как все сделать от и до самому, чтобы не обращаться ни за какими услугами и тем самым сэкономить деньги. Неделю назад произошла ситуация, один из подписчиков у меня в группе начал задавать вопросы, ну у него не состыковочка была о том, как мы работаем и как ему предоставляют услуги, он сдал мне интервью по поводу того, сколько человек оказалось в плохой ситуации, сколько заплатили, в общем, вот эти все нюансы, это выйдет видео чуть позже. Сейчас будет видео именно о том, как попасть сюда и вот почему нужно это делать самостоятельно, а не через кого-то, потому что это все вылезет боком. Насколько я знаю, там пострадавших под 300 человек, это по примерным подсчетам. То, что я знаю, там было около 100 людей, там было около 300. Так, первое, что я скажу по поводу такси в Польше, оно сейчас жестко просело, и я буду записывать вот отзыв про работу в Варшаве, потому что тут понарассказывали, что тут заработки просто 4 куска на изи, это все не так. И вот я неплохо так подразочарован Варшавой, я сделаю вот через неделю, будет как раз неделя месяц, как я в Польше, и вот я как раз делаю видео вообще от и до по поводу заработка и вот всего этого. Но, по поводу такси под ключ, в чем плюс вот того, чтобы делать самостоятельно? Вы сможете это сделать в любом городе Польши, а не только в Варшаве, где находятся вот блогеры и тому подобное. То есть вы куда захотели, туда поехали. Гданск, Катовицы, Познань, Краков, Вроцлав, города поменьше. Неважно, вы это все сможете сделать самостоятельно. И вот если вы все правильно сделаете, то в принципе спустя год вы уже сможете ездить на своей машине. Ну как, в кредитной, но своей машине, уже как бы не на аренде. Ни один блогер вам такого не расскажет, потому что они заинтересованы в немного другом. В общем, поехали. Сразу определяемся. Едем по безвизу, вот в ноябре, в ноябре 21 года можно еще заезжать по безвизу. Если все-таки едете по безвизу, приглашение, что вам не нужно, страховку лучше сделать здесь. Ну пусть она будет на всякий случай. Первым делом, помимо того, чтобы пробить партнерку, на которой будете работать, нужно начинать договариваться со жильем. На первые пару дней или там на 10, если вы, например, будете проходить обсервацию, лучше снять хостел, где вы будете жить. Либо 10 дней, если вам нужно проходить обсервацию, либо 3-4 дня на время поиски своей комнаты или квартиры. Ну и на поиски машины. Это будет значительно дешевле. Плюс хостелы, ну как бы их много. И они русскоговорящие, украинскоговорящие, грузинские даже есть. Любые. То есть просто через интернет. Сейчас я поделюсь мега секретной технологией, по которой ищут только вот люди, которые занимаются подбором под ключ. И вот это максимально сложная технология. Пользуйтесь поиском. Есть OLX. OLXPL. Там есть, там даже по-русски написано. Есть Facebook Marketplace. Там тоже есть. Если нету на Marketplace, вы можете найти в группе. Также заходите в поиски, вбивайте тот город, который вам нужен. Варшава, Краков, Познань. И заходите туда и смотрите глазами. Без SMS посредника и без ничего. То же самое в Telegram. Если вот нету там жилья хотя бы. Заходите в Telegram, пишите город на разных языках. На русском, на украинском, на польском. И находите. И там уже ищите жилье, листайте. Потому что там бывает такая ситуация. Там жилье сдается с первого числа. Оно может быть давно. И пишите. Также тут нормально, в принципе, ходит ВК. Поэтому ВК нам вообще даже максимально удобен. Мы к нему привыкли. Поэтому ВК, заходите туда. Если вы думаете, что пользуются мега секретными ищатами. Нет. Ради вас точно таким же образом ищут. Причем вы можете найти нормальную вещь, а не как это может произойти. То есть вы можете найти нормальное жилье по хорошей цене в хорошем районе. А не как делают это другие люди. Варшава. Алло. Алло. Что там, жилье есть? Зовете? Да. Да, нужна койка, шхонка, ну, кровать. Да. В проходной комнате. Ага, нормально. Рядом 35 работев. Нормально. Возле туалета. Нормально. А почем? 100 злотых. Ну, 600 злотых выставляет ему, 500 мани. Договорились. С машиной пока не торопитесь. До того, как вы не приедете сюда, искать ее фактически бесполезно. Потому что потратите кучу времени, приедете, скажут, машины уже нет. Потому что машины улетают. Спрос бешеный. Да, это есть такое. Когда вы едете в Польшу, особенно если первый раз, то да, может быть сложно. Вот на этом этапе лучше где-то в чате найти человека. В чате того города, куда вы едете, например, там. Любой таксист за 30-40 злотых в час, ну, то есть за его нормальную зарплату, согласится вас повозить по вот этим всем местам. Недавно я это сделал, потому что подписчик приехал довольно далеко в Морбен. И он говорит, блин, мне говорят, что я на такси доеду, что это. Плюс, говорит, я не особо по-польски. Поэтому, давай, типа, ты заберешь. Окей. Можете найти в любом городе такого же человека. У меня в чат добавьтесь. Спросите. Согласятся, ребята, там, ну, это будет там 200-300 злотых за то, что вам нужно сделать. Поехать первым делом сделать либо справку о несудимости, либо, смотря куда вы приезжаете, на ваш паспорт зарегистрировать сим-карту. То есть без паспорта лучше этого не делать. Да, я знаю, что это возможно. Их продают. Не нужно. Делайте на свое имя в случае, потом вы на это подвяжете банковский счет и тому подобное. Поэтому нам по ситуации, если справка о несудимости вам надо, у меня есть видео. Заходим, смотрим. С тем примером заходим. Мы сделали минут за 5-6. Поэтому не проблема. Стоит это все 30 злотых. Единственное, что может быть очередь, смотря во сколько вы приезжаете. Сделали сим-карту. Отлично. Теперь идем в банк. Идем в банк. ПКО. Это 100%. Не ПКО. ПКО. Потому что мне докажут, что в ПКО нет. Я не говорил ПКО. Я говорил ПКО. Идете туда. Делаете конто за зеро. И указываете хостел, где будете. Тогда вам придется 10 дней. Либо договориться в хостеле, что если придет карточка, вам ее отдали. Тут же начинайте регистрировать аккаунты Uber Bolt. Общайтесь попутно с партнером. На предмет того, что когда вы приедете. Или смотря какие у вас условия. Есть люди приезжают 50 на 50. Есть люди приезжают к партнерам, у которых есть машины. Либо надо отдельно искать. Просто сразу создаете аккаунт. До того, как еще начали искать машину. Потому что нужно будет пройти там некую верификацию. Как регистрироваться в Uber. В Bolt зарегистрироваться без партнера не получится. Там нужно ему дать все данные. Он регистрирует аккаунт. И там происходит регистрация буквально в течение дня. С Uber все чуть-чуть дольше может быть. Может быть даже до 3 дней активации. И потом вы не сможете зайти какое-то время в сеть. Без объяснения причины. Поэтому сейчас я где-то тут пущу видео о том, как вводить данные. Куда вводить данные. Там есть один такой момент, когда нужно вводить паспортные данные. Потому что в Польше тут одна карточка. С двух сторон нужно фотку приложить. У нас в нашем загранпаспорте есть только одна сторона. Поэтому на вторую сторону загружаем ту же самую первую страницу. С той же стороны две одинаковые фотки загружаете. И Uber это все пропускает. Я понимаю, что для многих это конечно дикость. Но вот как-то так здесь устроен Uber. То есть он это все пропускает. Там даже пустую черную фотку отправляют. Он все равно пропускает. Там где тыл указан. Поэтому регистрируйте аккаунт. И там уже смотрите. Если это Варшава, то нужно записаться на офис на встречу. Если нет, то уже в принципе с этим аккаунтом едете к партнеру. И заканчиваете регистрацию в плане потом вводите машину. Получаете от него приглашение. Вот эти все процедуры. Если я вам помог, можете ввести мою рефералку, которая внизу. Если нет, то нет. Пользуйтесь на здоровье. Варшаве вообще из-за того, что таксистов дохерища. Получается ситуация следующая. Нужно лично ездить на офис Uber. И доказывать свои документы. Потому что есть определенные национальности, которые начали заниматься жестким фотошопом. Их блокируют. Они делают новый аккаунт. И вот такие вот схемы нехорошие. Поэтому нужно лично приходить и показывать справку о несудимости. И ваш паспорт. Ну и номер телефона. После того, как вы сделали вот эти махинации. Вы фактически готовы. То есть точно таким же методом и с секретной технологией. Заходите в город. Я, кстати, в группе себе прикреплю несколько чатов. Таких общепольских по поиску автомобилей. По аренде, по сдаче. Заходите, ищите в закрепленных. Потому что найти их... Ну, их можно найти просто вписав Польша. Но давайте я закреплю. Там будет буквально 3-5 чатов. И вот вы сможете туда добавиться и просто пролистать и поискать то, что вам нужно на тот город, в который вы едете. Так, от себя я рекомендую все-таки, все-таки, идти в легальную работу в такси. Почему? Потому что... Не буду я раскрывать все карты. Это вы уже узнаете по мере того, как будете работать легально в такси. Суть в том, что есть свои плюсы. Особенно, например, в Варшаве. Вы можете ездить по бус-пассам, работать днем и не бояться облав. Но это максимальный плюс и уменьшает шанс... Точнее, как уменьшает. Вы не получите штраф от 2 до 15 тысяч злотых. И до 2 до 10 там зависит уже, какие у вас документы. Ну и, в принципе, по другим городам ситуация такая же. То есть, нужно где-то запарковаться. То есть, есть специальные тут места для легальных таксистов. Пожалуйста, заезжайте, паркуйтесь. Вроде мелочь, а в центре города это может быть реально проблематично. И это во всех городах этого касается. В том же Лодзе... В том же Лодзе есть такая же проблема от спаркингового центра. Поэтому есть свои плюсы. Когда вы начинаете работать легально, есть 2 банка. Это 100%, я не знаю, может еще какие-то, которые выдают кредиты наличкой. Там некоторые блогеры рассказывают, что можно сделать с пулку все дела и сделать лизинг. Не нужно этого делать. Я сделаю отдельное видео, почему это все тупорыло идея. И лучше пользоваться услугами вот этих 2 банков. После того, как вы получили карту побута, сейчас упростили условия, плюс партнер помогает. И когда вы платите налоги, когда к вам на карточку поступают счета, вот вы получили карту Миллениум, переводите все переводы туда. И спустя 2-3 месяца вы можете взять кредит наличкой до 20 тысяч злотых под 5% годовых. Вроде эта цифра сейчас немного может поменяться до 6, но в любом случае 5% годовых. Никто вам не даст лучшие условия. Также есть второй банк Сент-Тандр. Банк Сент-Тандр будет смотреть вот именно на вашу налоговую информацию. То есть вы должны будете предоставить справку о том, сколько вы платите налогов, какие. В то время как с Миллениумом немного попроще. Там просто банк видит в течение нескольких месяцев, что вам поступают деньги. И все, он выдает вам кредит наличкой. Вам ничего не мешает взять кредит в тех же двух банках или например в одном Сент-Тандре. От себя добавлю, что слышал про то, что люди не просто идут туда брать, а помимо налогов они еще прикрепляют письмо, с какой целью они это делают. И о своих планах на будущее им дают кредит. Там кредит дается от 10 тысяч до 300 тысяч. Понятное дело, что 300 вам никто не даст, но 50 тысяч ребята забирали. Поэтому можно взять и за 50-ку взять довольно свежую хорошую машину под хороший процент и не ездить на аренде. Но первое время, в любом случае, пока не получите карту, пока не отработаете, плюс-минус 8, максимум 10 месяцев вам придется поездить. Накройнять, если у вас есть какие-то нюансы с получением карты, обратитесь к юристу. И они за тысячу-полторы злотых, они ускорят выдачу карты и оно того стоит на круг. Дальше по вопросу легализации. Вам нужно будет сделать помимо боданий, идентификатор, перевести ваши права в первые полгода. Перевести права на польский язык. Это делать нужно в Польше. По закону Польши вы можете не больше полугода ездить вот с вот этим переводом прав в стране. Потом права нужно менять. Но когда у вас есть идентификатор таксиста, поэтому это очень... Теперь я уже знаю. Поэтому это так важно. Надо в первые полгода сделать идентификатор таксиста, чтобы потом, после этих... По прошествии шести месяцев, если... Ну, у вас уже есть идентификатор, все документы, вас останавливает полиция, проверяет и говорят, почему вы ездите по вашим правам. Вы говорите, я вчера в Германии был. И это никак не проверить. В Европе нету храниц. И все. То есть, к вам вопросов никаких. Вас не отследят, вас не проверят и по закону вы чистые. Вот этим можно... Ну, как бы, есть свои плюсы от того, чтобы ездить на украинских правах. Причем их прилично. Так, поэтому многие уже по 2-3-4 года живут здесь и ездят вот по нашим правам. Поэтому, в принципе, я и вам рекомендую. Я, к сожалению, этого не знал. Так, с вот этим перечнем документов, которые я напишу, там я напишу также примерно, каким образом найти. Я от двух разных партнеров, наверное, прикреплю с этими документами. И партнер бесплатно с вами за ручку. Это, как бы, в его тоже интересах пойдет. И бесплатно это все сделает с вами, там, сделает идентификатор, вот эти все документы. Вам просто нужно сделать вот подводящие к этому документы. И все. Вы можете задаться вопросом. Блин, мне лучше заплатить 500, 600, 700 злотых один раз. Мне там показывают заработки в 3-4-5 тысяч в неделю. Я заплачу один раз, и я, в принципе, буду в плюсе, я буду нормально. Не будешь. Это не просто один раз. Вот у меня в следующем видео будет как раз-таки ситуация, рассказанное о том, что хостел подозрительно дорогой, машина. Человек нашел ту же машину с тем же номерным знаком, но 100 злотых в неделю дешевле. То есть ему сдали за 650, а он взял за 550. Еще и плюс забрали кауцию. То есть вот эта вот ненужная вот эта вот прослойка, она забирает все деньги. И она забирает каждый раз. То есть если вы остались работать на этой машине, с вас каждую неделю имеют на машине, плюс еще на жилье. Есть рефералка по Uber. Ну, кстати, на Варшаву ее, по-моему, нет. То есть я зарегистрировал. Ну, как бы мне сказали спасибо. Говорят, давай зарегистрируйся по Твей. Зарегистрировались. У меня пишут, что на город нет рефералки. Ну, сильно много таксистов. В других городах это есть. И поэтому вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть, там получается, что вы, короче, вложите не 500, 600, 700, 800, а уже полторы две. А учитывая, что произошло с ребятами из следующего видео, они там встряли от одной до четырех тысяч злотых каждый. Причем ребята уже поехали к себе домой, а они до сих пор уехали без денег. Поэтому все лучше делать самостоятельно. И ни одного из пунктов нету чего-то такого сверх, чтобы, ну, не получилось у человека простого сделать. Если у вас это не получается, ну, типа, подумайте. Может, такси как бы не ваше, потому что я не скажу, что сильно просто. Если есть люди, которые сейчас закрывают в Варшаве 4 в неделю, они делают это правильно. Они это делают при определенных условиях, они для этого приложили какие-то усилия. Если вы думаете, что я приеду, возьму машину, буду катать нон-стоп, и там на одном тарифе у меня все будет хорошо, у меня плохие новости, не, не будет хорошо. Тут ребята нарушают сон, нарушают, как бы, графики работы, скажем так, и правильно работают в правильном месте. И вот за счет этого получаются деньги. Просто так катать нон-стоп не получится. Ну, вот сейчас не получится. Таксистов здесь сильно много сейчас. Прям не просто сильно. До хрена работы стало больше, но и водителей стало до хренища. Поэтому с работой иногда беда. Сам как бы задумываюсь о доставке. Если вам также интересно будет сделать вот эту вот пошаговую штуку про доставку, то пишите, в принципе, тоже по шагам расскажу вот эти вот азы. Но это как бы ничего сложного, но я понимаю, что как бы для многих это сложно. Поэтому расскажу от и до, как это все должно делаться. По подбору машины. Нужно, чтобы обязательно был договор в двух экземплярах. Один остался вам. В идеале, ну, то есть, любые внешние и внутренние повреждения за ваш счет. Ну, кроме, понятное дело, там, ремонта ходовки, двигателя, еще чего-то. Если проблема с резиной, то есть, вы коцнули, вы порвали, сделали дырку, резина всегда на вашей ответственности. Поэтому имейте в виду. Если есть во время принятия машины, обойдите машину по кругу, внутри все посмотрите. Если есть какие-то кочки, фотографируйте, отправляйте собственнику, чтобы потом это не было вашей проблемой. Вы должны найти все бока, согласовать их. Также в идеале в договоре должно быть прописано то, что в машине есть. То есть, там должен быть огнетушитель, должен быть жилет, должен быть треугольник, аптечка. Это все должно быть. Вы должны это, ну, в идеале, конечно, написать о том, что вы это получили, чтобы потом вы это сдали. А, и запаска еще должна быть. Если вы думаете, что взяв под ключ, как бы, все за вас там порешают, все за вас делают, посмотрите мое следующее видео, и вы, в общем, будете удивлены тому, как на самом деле все происходит, как в итоге человек встрял на тысячу за ремонт, которую забрали с зарплаты, на, по-моему, 500, ну, на 650 за неделю, 650 к аукциям, на ровном месте. Поэтому лучше все делать самостоятельно. Еще плюс того, чтобы самостоятельно это все делать, вы должны лично забирать деньги у партнера, либо лично, если есть такая возможность, либо на карточку, и потом уже самостоятельно платить за аренду машины и за жилье. А не вот такая схема, что, как бы, те, кто сделали под ключ, они забрали деньги, они за вас все, они разобрали деньги и вам просто отдали часть. Нет, если вот такая схема происходит, значит, они у вас в кассе. То есть, по-любому, либо на машине, либо на жилье, либо стоимость вывода другая, то есть, там, ну, так, схем, короче, хватает, поэтому вы должны быть уверены в том. И еще ко мне сильно часто обращаются, я не могу понять, что там написано, выплата там какая-то в этом, в переводе. Я понимаю, что я вызываю доверие, но я тоже не могу знать, что написано там, какие-то там дополнительные оплаты. Партнеру так и спросите, ну, как бы, у вас рабочие отношения, и поэтому вы должны спрашивать, что это такое, что с меня сняли деньги. То есть, если ватт, то должны рассчитать ватт. Если это, они отминусовывают ЗУСПИД, то это, ну, ЗУСПИД, все. Вот так должно быть, а не просто у левых людей спрашивать, о чем мне недоплатили или о чем мне выплатили на 3-4 дня позже. Тем более, партнер, которого я даже не знаю. То есть, вы как бы, ребят, мы взрослые, вроде, права получили, как минимум. Фу, вроде все рассказал. Надеюсь, видео полезное, интересное. Добавляйте щаты таксистов, доставки, да и на лайф. Задавайте вопросы. Комментарии приветствуются. Следующее видео будет огонь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok